Во вторник, 22 апреля, в конференции в зале Детского диагностического центра прошла пресс-конференция с участием делегации рязанских врачей, работавших в течение прошедшей недели в больницах Севастополя. Врачебная группа была сформирована по инициативе губернатора Олега Ковалева при участии Министерства здравоохранения Рязанской области. Работали мы очень слаженно. Каждый день в больнице номер 3 и в больнице номер 4 в городе Севастополя. Повстретили нас там прекрасно. Ветераны и приравненный к ним контингент очень добожелательные, остроумные, хорошо выглядящие люди. Естественно, заболеваемость есть, и мы провели большую работу, посмотрели большое количество пациентов. Например, невропатолог посмотрел в общей сложности 125 человек при выявленных двух случаях новых заболеваний. В кабинете музея было осмотрено 75 человек с выявлением вновь выявленных заболеваний в 9. Окулистом посмотрело на 170 человек и около 30 с выявленными заболеваниями. Врач посмотрел 130 человек, терапевт 95, хирург, уролог 150 с выявленными 10 заболеваний. Вновь было посмотрено около 150 человек. Выявлено 5 новых заболеваний, отправлено на госпитализацию с приема 2 человека и на рекомендованную высокотехнологичную помощь четверых. Отрадно, что, учитывая, что предстоит нашим коллегам сейчас переход на обязательное медицинское страхование, мы понимаем, сколько будет сложности в момент этого перехода. Я уже в течение этих двух дней после поездки договорилась с федеральными центрами в Москве о консультации. Послали мы документы всех больных о консультации и о скорейшем решении вопроса о хирургическом лечении тех проблем, которые мы там выявили. Что хочется сказать, что терапевты, хирурги, с которыми мы общались, кардиологи, врачи функциональной диагностики, наши, так сказать, специалисты, которые жадно впитывали все, что мы говорили, желанием у них узнать больше, естественно, они были лишены в течение многих десятилетий того, что имели здесь мы. То есть это постоянная система образования, это наши медицинские стандарты оказания помощи в условиях обязательного медицинского страхования, это все обследования, которые необходимы врачу для, во-первых, уточнения предположенного им диагноза, во-вторых, для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой иных систем и, соответственно, составления плана лечебно-диагностических, лечебно-пофилактических и организационно-методических мероприятий. Без этого сейчас невозможно. В чем они нуждаются? Это, конечно, в первую очередь в оснащении их современной аппаратурой. У них нету комплектованности, есть, конечно, по кардиологам, по специальностям, таким как потоларингу особенно, то есть окулистам потоларингу у них есть, правда. Ну, а такие вещи, как отсутствие некоторых там необходимых для работы материалов, я думаю, что все это решится, потому что переход на обязательное медицинское страхование начался. И отрадно отметить, что уже ближайшие три дня, пока мы там занимались, по высокотехнологичной специализированной помощи решено их прикрепить к федеральному центру Краснодара, который является очень мощным. Я, например, рада, что севастопольцы будут получать высокотехнологичную помощь именно там. Спасибо.